Красота-то какая, господи! О, стоп! Всем привет! Москва глазами сибиряка, день второй. Вчера был очень насыщенный день, побывали в очень многих местах, но ощущения все равно противоречивые. Сегодня начнем наш день с парка Горького. Я там тоже еще ни разу не был, надеюсь, сегодня будет классно. В планах посетить очень много мест. Посмотрим, что подарит нам Москва сегодня. Погнали! Ну и что, на самом входе нас встречают вот такие вот ровненькие живые заборы. Вот такие вот красивейшие клумбы. И впереди, впереди нас ждет фонтан. Сейчас мы ему подойдем, посмотрим. Обязательно сниму. Катерина пустилась в пляс. Ну и что хочется сказать еще? Молодец! Что хочется сказать? Новосибирск! Алло! Парки Новосибирска. Посмотрите, здесь даже большие деревья. Аккуратненькие и ровненькие. Я уже не говорю про вот эти маленькие. Я не знаю, отсюда видно, не видно. Но они такие прикольные. Тут просто, а вот, хорошо видно. Просто кругленькие, как будто пальма на максималках. Примерно так. Ну и насколько здесь чисто и хорошо, можно судить даже просто по уткам, которые плавают в фонтане. Классно! Утки просто ходят посреди парка. Прикольно. Как голуби. Вот почему нельзя так сделать в Новосибирске. Вот здесь просто стоит куча теннисных столов. Переноси ракетки, играй. Вот там вдали волейбол с белым песком. Не знаю, здесь можно быть даже ездят и ракетки дают на прокат, я уверен. Блин, красота! Вот такой вот белый песочек в парке на волейбольной площадке. Взяли на прокат самокаты, но это не главное. Заказали бургеры. Вот наш столик. Это кайф! Ребята, это кайф! Ха-ха! Просто! Купили прогулочку на теплоходе. Сейчас поедем по Москве-реке, посмотрим. Проходим мимо Петра Первого. Огромная статуя, которую почему-то все ругают. Но прикольная все равно. Шоколадная фабрика «Красный Октябрь». Не уверен в ее работоспособности прямо сейчас. Но когда-то я оттуда поедал конфетки. Вот так. Российские традиции и качество. Вот такой вот корабль. Трехпалубный, но мы выбрали верх Екатерина. Добрый день. Бар. Все как полагается. Проходим театр эстрады. Вот еще одна высотка на Котельнической набережной. Мы, кстати, посетили уже 4 из 7. 4 из 7. Осталось 3. Я думаю, мы это сделаем. Проходим мимо знаменитого парка Зарядье. Дождь кончится, обязательно его посетим. Не сегодня, так завтра. Ну и вдалеке, конечно же, Кремль. Неожиданно оказалось, что прогулка на корабле весьма познавательная. Музыка, конечно, своеобразная играет. Шансончик. Но, тем не менее, так приятно. Бар, в принципе, доступно. Проходим мимо Кремля. Так близко с этой стороны я его еще не видел. И храм Христа Спасителя. Сейчас и мимо него пройдем. Кремль, кстати, оказался вообще не таким маленьким, как я думал. Он прям большой. Только что умный человек подсказал, это большой Кремлевский дворец. Помните, я в прошлый раз говорил, что мы проходим мимо храма Христа Спасителя? Я врал. Вот храм Христа Спасителя. Начинаю говорить во московский. А, ребята, ну это красота, конечно. Вот, кстати, проходим мимо интересных зданий. И что хочется сказать? Если это жилые лофты, очень сильно хочется. Очень сильно. Нет, ну эта сторона, эта сторона реки, этот берег, эта набережная. Мне определенно нравится больше. Это прям, это круто. Вот, будьте любезны, Министерство обороны Российской Федерации. Проходим, собственно, мимо вот такой штуки. Говорю Кате, интересно, что это? Получаю гениальный ответ. Тут, ну, наверное, какая-то постройка. Проезжаем метромост. И вот почему-то остановилось метро на мосту. Не знаю почему. Вполне вероятно, что здесь станция. Воробьевы горы. Воробьевы горы подсказывают. Вот подвесная дорога от Лужников на Воробьевы горы. Тоже надо съездить. Ну и, собственно, куда ни глянь, отовсюду попадаешь к Москве-Сити. Так, ну все, наконец-то выбрались мы с корабля. Три с лишним часа мы проплавали. Вот такой красивый фонтан. Вот такой красивый мост. Ну, блин, проплавали очень классно. Прошли, получается, корабли ходят и не плавают. Очень классно. Единственное, что шашлычок взяли. Один на двоих купили, но сильно есть не хотели. Шашлычок один на двоих взяли, полторашечку. Будьте любезны, вот те нафиг. Ну и вышли, обратно возвращаться не стали. Киевский вокзал. Сейчас пойдем прогуляемся. Торговый центр европейский. Поговаривают, что большой и хороший. Посмотрим, посмотрим. Мы для этого сюда и приехали, чтобы смотреть, рассказывать всем и самим запоминать. Ну, довольно прикольно здесь. Вот это прикольные штуки. Вот тут олененок. Там кто-то копошится. Енотушки. Первые 36 лет своего детства я готов рассматривать игрушки вечно. Бабушка. Что это тут бабушка? Ну, здесь исключительно спортивные ребятам конфеткой угостили меня. Хочу тоже на карусель. Волк и семеро козлят. Пожалуйста. А еще заяц, поросятки. Потолок классный. Кстати, кто ни разу не видел, как выглядит эскалатор изнутри. Примерно вот так. Ну, собственно, как я и говорил, вот МИД. Вот рядом наша гостиница. И куда ни глянь, кто ему взгляду предстанет. Москва-Сити. Москва по ком звонят твои колокола. Отлично вообще. Москва-река. Вот наша гостиница. Вот МИД. Вот наша гостиница. Белый дом. Пожалуйста. Москва-река. КЦ Европейский. Блин. Мне начинается здесь нравиться. Движения продолжаются. Встретили Веронику. Вероника. Макни вот сюда, вот с телефона, пожалуйста. Спасибо. Сегодня у нас возлеятельный тур по Москве. Сейчас отправляемся от нашей гостиницы. А, там видно, как не видно гостиницу. В возлеятельные мероприятия. Все, приехали вот в такой вот дворчик. Довольно приятный. Я буду возливать в себя и егерьмейстер. Рекомендовано к посещению. По атмосфере очень сильно похоже на клевер, правду. На что-то вот такое. Нагревку. Самое интересное, что второй день подряд, нет-нет, да-да, идет дождь. И нет луж. Просто нет луж. Нигде. Нигде вообще нет луж. Нет такого, чтобы пришел прям по луже. Ну, то есть, какие-то там скопления воды небольшие есть. Но луж нет. Нигде. Ботинки не протираются уже два дня, но они... Чистые. Нет луж. Что за волшебство. Вот еще одно заведение весьма приятное. Весьма приятное. Но самое главное, с отменным баром. Давай, братан. Рэ, рекомендую. Мне сказали, это мать. Саша, надо, мол, снимать. Подходим к чистым прудам, а тут вот такой вот красивый фонтан. Ну, вот мы и на чистых прудах. Ну, тут прям кайф, конечно. Мне прям нравится. Почему нельзя так же сделать в Новосибирске, скажите мне, пожалуйста. Вот на юго-западном есть же озеро. Ну, сделайте вот так. И еще одно заведение, которое мы сегодня посещаем. Но здесь подозрительно светло и чисто. Вот такой вот медный бар. Просто медный. Кайф просто, короче, идешь. Такая медная стена. Которая потом в итоге превращается в медный бар. Довольно интересно. На удивление, светло и чисто. Но очень круто. Очень круто. Выставочный зал, на секундочку. Звучит как вызов. Это максимально молодежное и недорогое заведение. Оно весьма душевное. Недорого, сурово. Рекомендую. Кусочек Питера в Москве. Старые здания. Узкие тротуары. Дорога. Все. Где затусить, спросишь меня ты. По аптеке. Отвечу тебе я. Улица Забелина. Первый раз встречается. Охрененное старое здание. Там кто-то живет. Ну вот здесь, я так понимаю, все молятся. А вот там все бухают. Заходим в какую-то трушную тему. Просто там. Вообще. Кайф. Но есть какой-то секретик. Есть какой-то секретик. Пойду посмотрю. Я, короче, шел посмотреть дерево, оказывается. Вот это true. Это прям то, что мне нравится. Побывали в месте, которое я бы назвал «Верните мне мой 2007-й». Круто. Атмосферно. Молодежь тусит. Ну, я уже старенький. Ну, чересчур насыщенный день. Опять мы врываемся в какую-то сушонку прямо. Уверен, что здесь тоже будет прикольно. Ну, в общем, мы, похоже, нашли заведение под стать нашему возрасту. Называется «Параселла». Ну, блин. Музыка для нас, для стареньких. Классно. Прям вот. Блин, я бы с ужасом для себя сбежал с классной музыкой, с классной тусовкой. Макс Порж здесь играет. Вот, все. Отъедаем бургеры. Душа здесь просто. Бесклассно. Рэ, рекомендую. Вот нормальный бургер. Не подвел вчера итоги. Вот сегодняшний завтрак уже. Подводим итоги вчерашнего дня. Ну, что, день вчера был максимально позитивный, максимально классный. Вчера было очень много всего интересного. Посетили огромное количество мест. Ну, давайте цифру. Москва. 75. Ну, нет, не цифру сказать. Давайте. 65. Новосибирск 35. Вчера было хорошо. 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 Спасибо.